Здравствуйте, дорогие наши телезрители! Наше утро в эфире сегодня я, Надежда Пархунова и Влада Дедонис будем встречать этот замечательный день вместе с вами. Это спортивное утро, я бы даже сказал, мы будем встречаться. Почему спортивное утро, Влада? Ну, потому что теперь благовещенцам будут доступны бесплатные мастер-классы по биатлону, который проведет спортивный клуб «Ярый». Это очень здорово, потому что сейчас биатлон набирает большую популярность у нас в стране. И действительно, та зима, которая нам выпала в этом году, снежная, она нам дарит эту возможность заняться не только лыжами, но и биатлоном. Вот, кстати, первая тренировка состоится 16 января. Встречи будут проходить каждую неделю по воскресеньям с 12 до 13 на спортивной базе «Россия». Всех желающих планируют обучать тренеры клуба. Это очень здорово, совершенно бесплатное обучение. Приезжайте, по воскресеньям можно заняться биатлоном. Класс. Если, смотри, обещают научить передвигаться на лыжах классическим, коньковым ходом, участвовать в стрелковой сессии, в общем, обучают основам стрельбы. Ну, все, взяли на заметку. А самое главное, еще и здоровье подойдет, потому что заниматься спортом на свежем воздухе, пусть и даже на таком морозном, это всегда полезно. В общем, друзья, да, планируйте выходные прямо сейчас, а мы непосредственно к анонсу нашей сегодняшней программы. Поехали. Продолжаем анализировать события, которые произошли впрямую 14 января в разные годы, рубрика «День в истории» сразу после выпуска новостей. Спокойствие, только спокойствие. Астрологи рекомендуют сегодня не нервничать. А и не надо, ведь многие планируют отметить Старый Новый год. О традициях праздника поговорим с экскурсоводом Дарьей Христич. А чудеса будем удивляться с художником и скульптором Алексеем Сидоровым. Тема беседы – фестиваль «Волшебный лед Амура». И в завершении программы узнаем значение слова «батить». А прямо сейчас знакомимся с основными событиями нашей области. Новости в нашем эфире. Через 10 минут встречаемся в студии «Нашего утра». Календарь-то какой насыщенный. 14 января вообще день уникальный. Он уникальный, потому что именно сегодня по юлианскому календарю первый день 2022 года. От этого календаря отказались достаточно давно. И сейчас мы живем уже по грегрианскому календарю. Но мне хотелось бы отметить, что мы отмечаем наступление нового года 14 января, уже как наступившее. А через 100 лет, в 2100 году, мы будем отмечать этот день уже, получается, 15. То есть Новый год, старый Новый год, будет наступать с 14.15. Почему это происходит? Ваши слова до Бога в уши, что мы в 2100 году будем отмечать. Будем отмечать. Почему это происходит? Потому что расхождение грегрианского и юлианского календаря с каждым годом все увеличивается. Но, конечно, очень медленно. Поэтому долго мы еще будем отмечать Новый год, старый Новый год с 13 на 14. Мне буквально еще хочется сказать, это очень удивительный праздник. И мне кажется, его отмечают только в России. И, насколько я знаю, еще буквально в паре стран. Да. Но мы так любим Новый год, что нам хочется его отметить еще раз. И у кого не удалось это сделать непосредственно в новогоднюю ночь, сделайте это сегодня. Ничего страшного. Вам разрешают юлианские календарь. Если вы старый Новый год не отмечаете, ну вдруг, я не знаю, тогда отметьте сегодня такой праздник. Как мне кажется, прям обалденный день трубопроводных войск вооруженных сил России. Если вы не знали, такие войска существуют. Но официально этот праздник был установлен указом президента только в декабре 2021 года. Хотя... Всего лишь год отмечают, поэтому это очень здорово. Да, специалисты данного рода войск отмечали его из Ирании. Кстати, можно сказать, нужно сказать, что такие войска есть только у нас. Аналогов в мире, ни в одной армии мира нет. Ты знаешь, мне просто кажется, что у нас, видимо, что-то не то с трубами происходит. Но вот можно смеяться сколько угодно, но такие перепады температур, когда, например, летом у нас плюс 40, а ночью и зимой у нас минус 40, нужны отдельные войска, чтобы они следили за трубами. А чтобы не скучали, вот такие трубопроводные войска, есть еще одни. Войска, которые сегодня отмечают свой праздник. Сегодня день военно-оркестровой службы вооруженных сил России. Кстати говоря, тоже очень даже связаны с трубами, потому что оркестр не может обходиться без духовых инструментов, без различного рода труб. Согласен. Поэтому они сегодня вместе отметят, мне кажется, хорошо праздник. Абсолютно точно. Одни отметят тем, что у нас будут качественные трубы, а другие замечательной музыкой. А что еще под музыку отмечалось в этот день? Петр Первый любил оркестры. Он очень любил оркестры. Все, вот это европейское. Да, и именно в этот день Петр Первый повелел дворянам носить европейские костюмы. Костюмы, да, отменил, собственно. Ровно 322 года назад случилась революция в моде. Но она такая была достаточно жесткая, потому что наши бояре и боярыни очень долго отказывались переходить на европейскую моду. Представьте, всю жизнь они ходили в одной одежде, это были каноны своеобразные. Про то, как рубили бороды топором. Все его знаем. Вообще, мне кажется, для многих это была трагедия, потому что люди глубоко религиозные связывали именно вот эту традицию ношения бороды с религиозностью. Петр нещадно на балу ровно 322 года назад, когда его подошли поздравлять три боярина с праздником, с этим балом. Отрубил им бороды. Отрубил троим бороды. Конечно, они остались живы, но я думаю, что испытали невероятный шок. Точно так же, как испытали невероятный шок люди, когда он их заставлял носить парики. Но нужно сказать, что Петр вообще, несмотря на то, что он был жесткий, он вводил европейские каноны в нашу жизнь. Ну не все европейское хорошо. Но, как бы то ни было, мы стали жить по-другому, и Россия приобрела свой уникальный, в том числе, и облик. И, кстати говоря, если мы говорим вот о европейской моде, то и европейская мода тоже очень сильно была подвергнута влиянию нашей русской моды. Например, русские народные традиции, костюмов, кокошников. Я могу об этом говорить бесконечно. За моду с вами цепляться бесполезно. Бесполезно. А вот смотри, 208 лет назад в Петербурге, кстати, открылась для общего посещения императорская публичная библиотека. За что тоже спасибо Петру. Ну, Петр Первый очень много внес не то, что хорошего, мне кажется, революционно хорошего в наше государство. И поэтому мы всегда рады вспомнить эти даты. И день белоснежных птиц сегодня. Ну вот такой странный день. Для меня связаны белоснежные птицы. Это голуби и чайки, которые мы можем увидеть. Ну, вдруг у кого-то есть еще белые попугайчики. Поздравьте их сегодня дома. Друзья, ну а какие интересные события происходили в нашей истории, в истории Амурской области, давайте узнаем из одноименной рубрики. Более 200 школ области продлили каникулы из-за низкой температуры воздуха. Столбик термометра опускался до минус 47 градусов. Почти 90 школ в северных районах закрыли. Около 120 продлили каникулы для младшеклассников. Дети вернулись за школьные парты только 17 января. Амурская филармония после трех месяцев ремонта открыла двери для зрителей. В обновленном зале провели концерт, посвященный Старому Новому году. Зрители могли увидеть выступления артистов и принять участие в розыгрыше абонемента на посещение концертов, спектаклей и шоу. Посетителей было так много, что в зале, рассчитанном на 570 мест, пришлось ставить дополнительные стулья. Амурские хоккеисты победили в дружеском состязании с китайской командой. Матч Содружества провели на реке Амур. Играли детская и юношеская сборные. Хоккеисты 9-10 лет забили три шайбы в ворота соперников и одержали победу. Юношеской команды с участниками 17-18 лет удалось забить одну победоносную шайбу. У берега пограничной реки собрались более 500 болельщиков. На льду Чигиринского водохранилища соревновались 60 автомобилистов. Гонки разделили на 4 класса в зависимости от типа автомобиля. Девушкам пришлось соревноваться отдельно. Зато наравне с опытными гонщиками состязался 14-летний парень. Ледовую трассу проходили на время. В среднем участники доезжали до финиша за 2-3 минуты. Победитель преодолел дистанцию за одну минуту. В Харбине провели международный конкурс снежной скульптуры. Работой представили 25 команд из России и стран Азии, а также команды из Кении, Венгрии и Сербии. На изготовление скульптуры участникам давали 3 дня. Амурчане стали призерами в двух из трех номинаций. Композиция «Путешествие на Марс» – первое место. Снежная скульптура «Хэллоуин» по-русски от скульпторов из Преамурья заняла третье место. Дорогие друзья, сегодня есть еще один повод собраться всей семьей. Ведь сегодня Старый Новый Год. Этот уникальный по-своему праздник с интересным названием возник из-за смены календарей в начале 20 века. Но в целом об истории и традициях этого праздника мы поговорим с экскурсоводом Амурского областного краеведческого музея Дарьей Христич. Доброе утро. Доброе утро. Дарья, скажите, пожалуйста, у меня такое ощущение, что какая традиция? Просто еще раз встретить Новый Год. Или есть какие-то традиции, которые конкретно старо-новогодние? Ну нельзя сказать, что есть какие-то особенные традиции. Так же, как и Новый Год, Старый Новый Год стараются отмечать в кругу близких, родных, друзей, за столом. Но сейчас по статистике только около половины жителей нашей страны празднуют Старый Новый Год. А кто тут еще празднует, помимо нашей страны? Мне вот не хочется просто выглядеть такими, знаете, вот людьми, которые отмечают любой праздник. Ведь есть же еще страны, которые Старый Новый Год чтут. Да, чтут Старый Новый Год также в странах бывшего СНГ, поскольку когда-то вместе с Россией эти страны перешли на новую систему летоисчисления, то есть на Григорианский календарь. А до этого также отмечали по старому стилю? По старому стилю, да. Действовал в нашей стране Юлианский календарь, но затем было принято решение перейти на другой, на Григорианский. А другие страны? Я, с вашего позволения, кстати, перечислю эти страны, да? Сербия, Черногория, Македония, Греция, Румыния. Почему именно Восточная Европа? Вот как-то странно, да? Вроде бы Европа, но именно Восточная Европа оставила за собой вот эту традицию. Ну, наверное, мы слишком любим отмечать праздники, поэтому у нас появился еще один дополнительный праздник, это Старый Новый Год. А мне кажется, у нас просто так холодно. Вот начиная с Восточной Европы, чем дальше от вот этого теплого течения, все холоднее. А, соответственно, да, люди действительно отмечают праздник, ну, чтобы как-то, может быть, просто положительных эмоций, видимо, побольше, поэтому у нас празднуют этот праздник. Даш, есть какие-нибудь традиции, вот, которые присущи именно Старому Новому Году? Самая главная традиция, это после Старого Нового Года у нас убирают елку. Ну, конечно, не все. Ну, не все, да, у нас же есть история, когда и Марти убирают елку, да, и Летом убирают елку. Хорошо, что сказали. Да, есть такие. Да, то есть вот проходит Старый Новый Год, и действительно большинство считает, что все, уже можно убираю. Да, что же этим днем как бы завершаются все новогодние праздники, которые были. Просто раньше, когда был Юлианский календарь, вот сейчас мы отмечаем с вами с 31 декабря на 1, православные христиане в этот период держат пост до 7 января. Считается неправильным отмечать вот сейчас по новому календарю. Ну, уже не совсем новому, больше 100 лет мы празднуем Новый Год именно с 31 на 1. Но православные 7 января заканчивают пост, и затем уже как раз Старый Новый Год могут отмечать как новый. Ну, то есть такие люди верующие, не просто даже верующие, а, скажем, соблюдающие, да, вот эти все обрядовые посты и все-все-все, они больше отмечают Старый Новый Год? Ну, конечно, сейчас таких людей значительно, чтобы застолим, грубо говоря, чтобы можно было поесть мясо, да, угоститься какими-нибудь вкусными новогодними блюдами, стараются, конечно, отмечать именно Старый Новый Год с 13 на 14 января. Вы знаете, я, наверное, самый старовер из всех, у меня этот праздник происходит в ночь с 31 на 15. Понятно все. Влада, с тобой все понятно? Потому что 14 января у меня не просто Старый Новый Год, у меня день рождения 14 января. Да, Надежда, я томил тебя до последнего. Сегодня у меня день рождения. Так, дорогие наши телезрители, мы еще с Владой сам останемся и поговорим на эту тему. А у меня вот такой вопрос. Калятки, да, которые дети ходят там по квартирам, по домам, собираются какие вкусности. Вообще это обычно, ну, рождественские калятки считаются. На Старый Новый Год можно их делать или нет? Конечно, можно. Или можно гнать эти детей? А мы с этим делали. Не только можно, потому что мы тоже делали, да, когда мне было 10 лет, мы ходили обязательно на Старый Новый Год. Ну, вообще, начиная как раз где-то от Рождества и до Старого Нового Года, собирали конфеты, монетки. И, конечно, можно проводить калятки, но хочется напомнить, что не надо маленьких детей от них отпускать на калятки. Нужно ходить с ними, да. Да, даже, мне кажется, и со взрослыми нужно где-то, чтобы кто-нибудь с детьми постарше тоже один из взрослых был. Да, обязательно присутствовал. Потому что в мое детство можно было ходить по соседям, и как-то особо никто не опасался. Я, кстати, это вы сказали, а я сейчас вспоминаю, что мы действительно ходили же сами без взрослых. Да, без взрослых. Они ничего не боялись. А я знаю, почему мы не боялись ничего, потому что нас боялись. Да, возможно, лица. Куда-то мы не в ту сторону пошли. Простите. Даша, скажите, пожалуйста, какие блюда, ну, я по-хозяйски сейчас спрошу, принято готовить на Старый Новый Год? На Старый Новый Год готовят блюда из мяса, и было принято готовить кутью. Наверное, все знают, да, такая каша из риса с изюмом. Но это, опять же, некоторые... А почему именно кутью? Это же вроде бы такая каша считается немножко, ну, другим событием, да? Да, ну да, иногда действительно считают, что эта каша, она только на другие события, но на самом деле, а именно в церковной традиции было принято на Новый Год подавать вот такую кашу. Что она праздничная, да? Да, праздничная. Да, ведь с какой стороны посмотреть, да, и вот на какое-то значимое событие как раз готовили вот такую кашу. Ее часто освещали, можно было употреблять ее в пищу и на Новый Год. А вот после Старого Нового Года нужно ли начинать, вот, допустим, там, худеть, грубо говоря, или какое-то время еще отмечался этот праздник? То есть вообще вот я знаю, что после Рождества, например, еще до Крещения можно почти все. И вместе праздновать и все, что угодно. Да, действительно, вот как раз калядки также можно было проводить до Крещения. Ходили по дворам, калядовали, желали счастья хозяевам, то что получали разные вознаграждения. Напомним, что Крещение у нас 19 января, то есть, в принципе, смотрите, вот сегодня у нас 14, мы начинаем отмечать Старый Год, ну, кто-то уже вчера его начал отмечать ночью вечером, и до 19, до Крещения можно праздновать вполне, продолжать вот эту зиму. Мне кажется, все-таки это связано еще с нашими климатическими условиями, потому что такая суровая зима и в Восточной Европе, и у нас, она, ну, так, определяла немножко больше сиденья, может быть, дома, да, такую очень калорийную пищу, которая бы давала вот энергию. Вы сегодня, Надежда, невероятно логичная. Я сегодня просто тоже вставала на весы, и я уже считаю дни, когда нужно будет уже официально заканчивать вот эти все празднования. Да, но на самом деле, действительно, не так много было праздников, которые действительно отмечались всей семьей. И таким застольем, потому что очень много постов шло, да, и, насколько я знаю, там для того, чтобы выбрать вот этот вот промежуток, когда нормально можно было поесть, ну, их не так много, вот как раз зимний период совпадал вот с этими праздниками. Да, зимний период, затем Масленица, и при этом люди жили в селах, в деревнях, и хотелось отметить, знаете, такой большой деревенской семьей, ходили друг к другу в гости, принимали у себя гостей, поэтому, конечно, старались, чтобы этот праздник, он растянулся, конечно же, положительные эмоции. А что-то принято дарить еще вот на Старый Новый Год? Ну, такой, прям, знаете, классической традиции нет, но если у вас есть желание, можно дарить подарки. Если есть желание и средства после Нового Года. Да, Нового Года. Подарки можно круглый год дарить, мне кажется, каждому человеку будет приятно их получать. И без повода. И без повода. А какие зимние забавы были вот в старину приняты, ну, помимо вот хождения, да, и каляда, грубо говоря, вот к второму Новому Году, или вот в этот период до крещения? Ну, вообще, наверное, самые-таки основные забавы, это зимние забавы на улице. Снежки, это горки различные, катались, катались на санях, конечно. Вот эти бои кулачные на реке, это же уже позже, да? Да, позже, да. Это уже туда к Масленицу шло. Да, к Масленицу как раз уже были и кулачные бои, да, и деревня на деревню, стенку на стенку. Хорошо, что вот эти вот добрые все-таки забавы, они как раз вот в зимний период. А я хотел сказать наоборот, что вот, эх, не возобновить ли нам кулачные бои надо? Не возобновить, не надо вот этого вот этого. Но кулачные бои, они же были не жестокими. Не для того, чтобы подраться, а просто вот развлечься, действительно. Да, вот, знаете, как говорили, дурь выбить вот из молодежи. Да, из молодежи, да, силушку, богатырскую поддержку. И потом целый год они ходили спокойные, довольные, добрые. Ну, да, наверное. Есть в этом какой-то смысл? Есть, есть, я думаю, что да, все-таки не зря все это было продовано. Спасибо вам огромное, Дарья. Спасибо большое, Даша. Столько информации, я прям не знаю, буду переваривать ее теперь. Мы будем готовиться к сегодняшнему празднованию. Да, абсолютно верно. Ну что, друзья, давайте прервемся буквально на 10 минут, дабы узнать самые свежие новости, после чего встречаемся в студии нашего утра. Друзья, спасибо огромное. Я всегда говорю людям, которые до сих пор смотрят нас, вы почему не на работе еще? Потому что люди ждут прогноз. Гороскопа, точно. Ждут прогноз астрологический на сегодня. И сегодня гороскоп всем советует поменьше нервничать. То есть в остальные дни хоть занервничайтесь. Ну вот как-то, видимо, сегодня будет напряженный день, особенно день не очень задастся у мужчин. Он напрямую, гороскоп говорит о том, что, дорогие мужчины, сегодня женщины будут к вам особенно требовательны, особенно придирчивы. Поэтому не нарывайтесь. А вы, уважаемые женщины, у вас сегодня тоже не все хорошо, а именно крупные покупки отмените лучше их. А, я понял, я понял, знаешь, как надо сегодня. Мужчины, ведите себя сегодня следующим образом. Домой заходите с легкой дурацкой улыбкой и с букетом цветов. И вообще не разговаривайте с женой. Просто поцелуйте ее и идите занимайтесь своей днем. И тогда жена успокоится от того, что ей не удалось совершить большую крупную покупку. Вообще, конечно, нужно относиться вот к таким прогнозам с неким юмором, может быть, не так серьезно, но где-то призадуматься, слушаться. Если вам говорят, не нервничайте, то не нервничайте. А вот подробнее для каждого знака зодиака прямо сейчас в нашем гороскопе. Овны, сегодня вы, вероятно, будете всем недовольны. Не без оснований, конечно, но вам-то от этого лучше не станет. День обещает быть противным. Тельцы, окружите себя людьми, которые могут быть вам полезны. Сегодняшний день не подходит для благотворительности. Близнецы, удача будет сопутствовать вам, но только в тех случаях, когда вы приложите к этому вопросу некоторые усилия. Ждать же неоправданных подарков от судьбы не стоит. Раки, коллектив – великая сила. И пусть каждый по отдельности будет не совсем доволен результатом, в целом же получится очень даже неплохо. Львы, не пытайтесь сегодня вмешиваться в чьи-либо дела. Ваше желание помочь оценено не будет. Девы, сегодня у вас появится шанс восстановить когда-то сожженный мост. Не спешите от него отказываться. Весы, день чреват крупной ссорой с домашними. Постарайтесь уклониться от взаимных обвинений и, главное, не начинайте первым. Скорпионы, сегодня вы будете знать ответы на все вопросы. Будьте же благосклонны к окружающим, не скрывайте от них своих знаний. Стрельцы, вы, возможно, будете сожалеть о том решении, принять которое вас сегодня вынудят обстоятельства. Но даже зная это, принять его придется. Козероги, сегодняшний день предназначен для приема внутрь и переваривания большого количества информации. Не бойтесь подавиться, не удастся. Водолеи, не стоит затевать пустые споры. Они и делу навредить могут, и драгоценного времени много отнимут. Лучше займитесь отсеиванием лишних мелочей. Рыбы, сегодня вам может оказаться трудно продуктивно воспринимать, а уж тем более обрабатывать какую-либо информацию. Лучше заставить этим заниматься кого-нибудь другого. В Благовещенске вновь создадут волшебный лед Амура. Скульптуры изо льда будут мастерить дети. Инициатор фестиваля сегодня в нашей студии. Рады приветствовать вас. Художник, скульптор Алексей Сидоров. Доброе утро. Доброе утро. Алексей, меня больше всего в этой новости удивила фраза «детско-юношеский конкурс». Все-таки дети, лед, и изо льда, когда делаются фигуры, там же всякие режущие предметы участвуют. Надежда сразу как мама чувствует. Конечно, да. Безопасность и со скольки лет участвуют ребята. Ну, смотрите, значит, участие это будет с 14 до 17. Ну, все понятно. Это уже взрослые. Это уже дети взрослые. Не страшно. Кроме того, там будут старшие, которые будут помогать, контролировать, чтобы не порезались. То есть у каждой команды есть свой оператор, который будет следить. Да, запильщики мои люди будут помогать отпиливать этой пилами. А, то есть этим занимаются люди уже более старшие. Да, опытные. Опытные. То есть им будет выдаваться, правильно я понимаю, некий такой куб. Да. А дети сами придумывают эскизы того, чего они будут творить? Или если этот конкурс дается как-то? Значит, дети придумывают сами, сами рисуют эскиз. Эскиз должен быть именно под тот формат, который дается, и по той теме, которая задана. Тема – это русские традиции и современность. Ой, как интересно. То есть в смеси, понимаешь? Да. Ну, мне кажется, такая широкая тема. Широкая. Тут можно все, что угодно придумать, сделать. А где можно потом эти работы увидеть, где они будут стоять? Смотрите, конкурс будет проходить на ОКЦ с 15 по 16, с 10 утра. То есть с 10 утра мы можем прийти и посмотреть на весь процесс работы? Да. Как раз в выходные дни можно со своими детьми приехать и посмотреть. А вот успеют ли ребятки, которые сейчас услышат нашу программу, может быть, их родители, еще подать заявки, чтобы участвовать в этом? Ну, практически заявки уже поданы. Приняты, да? Да, и там как бы ограничение, то, что это профильное учреждение, это художественная школа подает заявки и колледж. То есть свободных художников Ильфов и Петровых? Пока нет. Пока нет. Пока нет такой возможности. Ну, возможно, в будущем будем полюбительно проходить. У меня вопрос такой, а сколько вообще в нашей области, в нашем городе людей, которые, вот молодых людей, так скажем, которые могут заниматься и занимаются вот этим делом? Ну, где-то я смотрю так в Инстаграме, где-то занимаются люди по деревням, делают немножко что-то, ну, так, на любительском уровне, но делают. Ну, я не скажу, сколько делают. Вы знаете, вот вы так произнесли на любительском уровне, а это, ну, есть такие профессионалы, которые конкретно работают со льдом, и это где-то можно научиться этому? Да, есть, конечно. Учатся, в принципе, я вот, меня особо никто именно со льдом не учил. То есть, вот. То есть, те скульпторы, которые работают, например, с деревом, да, или с чем-то, они смогут работать со льдом, но там есть какие-то нюансы? Да, ну, надо адаптироваться к этому материалу, то есть, почувствовать, что со льдом, что со снегом, это разные материалы, и по тому, и по-другому тоже проводят конкурсы, но мы пока по льду проводим. А с каким материалом сложнее работать? И тот, и другой особенный материал, что с тем, что с тем, сложности. Хорошо, а тогда вопрос такой, сколько уходит времени на то, чтобы приготовить из, ну, примерно, давайте возьмем метр на метр? Метр на метр, ну, вот сколько им два дня дается, смотря кто делает. А, кстати говоря, будут какие фигуры? Метр на метр? Да, метр на метр разрешено доклеивать до метра еще. Ага, вот так. То есть, они могут что-то... Водой, класс. А вообще, по конкурсу будут даны вот эти вот короба, да, ледяные, правильно, или как это будет? Не короба, установлено уже там, а ледяные пластины небольшие, вот, к ним будут рядом еще ледяные пластины, можно распиливать, доклеивать. А, то есть, если необходимо. Можно даже что-то вклеивать, там, например, вот у нас же рыбка есть, достопримечательность целая, которая вмерзла в лед, и... А, кстати, да. Ну, и народные предметы запрещено вклеивать. Вот так, вот, поэтому я и спасила. Подождите, но я ходил по площади, я вот эту рыбку-то не увидел, она там до сих пор... Там их штуки три. Серьезно? А на конкурсе тоже рыбка есть во льду попалась. И еще одна ракушка. Почему это происходит? Потому что используется лед из реки просто? Это, да, это настоящий, естественный, природный лед, это с озера лед. Ну, видать, много топило в этом году, и много плавало этих рыбешек. А скажите, пожалуйста, вы как профессионал, мне сейчас стало интересно, лед отличается своим качеством от того, речной он, например, или озерный, или из водопровода просто воду заморозит? Конечно, конечно. Озерный, он немножечко особенный, там много пузырей, много еще чего-то, трещинок. Красивый, мне кажется. Ну, красиво. То, что, допустим, во льду, он чисто прозрачный, в реке он чисто прозрачный, но он позже замерзает. И его сложнее, он бывает с песком. Но вот вы как человек, который с этим материалом знаком и не понаслышке, правда ли, что вода, если на нее говорить хорошие слова, она становится такой красивым узором, замерзает? Ну, насколько это доказано, я не знаю. Ну, возможно, оно так и есть. Ну, это поздно уже, уже замерзшая вода, понимаешь? Ну, да, мне просто интересно. Ну, энергетика у воды, я вот в это верю, что да, энергетика, конечно, у воды есть. Я вообще считаю, что это лучший передатчик информационный в мире. Вот не зря же мы, когда, кстати говоря, старый Новый год наступил, буквально сегодня, не зря же, когда мы говорим тост, мы что-то говорим хорошее, пожелания, а потом чуть-чуть выпиваем. И неважно, что, между прочим, если это будет вода или сок, это тоже будет хорошо. Эту энергетику и эти добрые пожелания мы несем в себя. Какой действительно от детского юношеского фестиваля мы перешли к старому Новому году? Мы говорим про то, что действительно вода и лед, и вот эти скульптуры, я уверена, они будут столько хорошей энергетики нести в наш город, потому что, я так понимаю, они же будут выставлены до весны? Да. И мы сможем приехать и пофотографироваться, и посмотреть на эти. А у меня еще есть такой вопрос. А как определить среди детей, среди юношей лучшую скульптуру? По каким характеристикам? Критериям, да? Потому что вся же работа хорошая будет. Чтобы эскиз и работа совпадали, и чтобы в тему попали, то есть традиции, современность, какая-то вот эта тема была там. И за мастерство, конечно, если мастерски сделано, классно. Ну то есть вот эта фраза «я художник, я так вижу», она там не проработает. Надо все-таки немножко… Потому что тут и пластика льда, то есть форма какая-то должна присутствовать. То есть это должна быть как-то гладкая, да? Художественная выразительность какая-то, насколько она эмоционально сделана, насколько она классно сделала, мастерски. Опять же, я еще повторюсь, в тему, чтобы она попадала, била, грубо говоря. Вот и все. Сколько работ будет выставлено? Десять команд, десять блоков, в каждой команде по два человека. К ним старше еще каждая команда. Спасибо вам большое. Обязательно выходных посетим. Я так понимаю, лучше уже в воскресенье, да, приехать? Лучше на второй день, там что-то будет уже готово. Чтобы уже было видно. Спасибо большое. Спасибо огромное. Тем более, я знаю, что этот фестиваль уже пятый год проходит. Побольше таких фестивалей. Спасибо. Министерство просвечения России разработало законопроект, по которому изменятся правила орфографии и пунктуации русского языка. Действующие нормы академический орфографический словарь были созданы аж в 1956 году. В своем первоначальном виде они и просуществовали до середины 90-х годов 20 века. Ведомстве отметили, что пересмотр правил необходим, и это дело естественное. Вот и мы сейчас поговорим о русском языке, вернее, узнаем значение слова «байтить». Рубрика «Громотеи» продолжит наш эфир. В молодежном сланге у глагола «байтить» два значения. Первое появилось в среде музыкантов и художников. Происходит от английского глагола «to bite» – кусать, откусывать. В русском языке значит копировать чужое творчество, заниматься плагиатом, подражать. Второе значение появилось благодаря любителям видеоигр. На языке геймеров «байтить» значит провоцировать кого-либо, поймать на наживку. В этом случае слово «байтить» происходит от английского «bait» – наживка, приманка. Таким образом, «байтер» – это человек, который байтит, то есть провоцирует или подражает. Примеры употребления слова. Русские рэперы байтят западных исполнителей. Забайтили на признание в переписке. Как правильно говорить? Гренки или гренки? Согласно словарю Ожегова, гренки – это поджаренные ломтики белого хлеба. В старых изданиях словарей правильным считалось произношение с ударным последним слогом. Гренки – это форма множественного числа, существительного гренок. Поэтому во всех формах этого слова ударение ставили на гласный после «ка» – гренкам, гренков, гренками. Постепенно слово «гренок» устаревало, и разговорное «гренки» стали упоминать в современных словарях как равноправный вариант произношения. Следовательно, в единственном числе можно говорить и «гренок», и «гренка». Будьте грамотны! Пролетела наша программа, она подошла к концу, но впереди вас ждет еще очень много интересных программ, сюжетов, репортажей. От наших корреспондентов. Ну а мы вам желаем хорошего сегодня дня. Будьте здоровы, не нервничайте, как мы уже говорили. Да, это важно. И пусть у вас все сегодня получится. Все. Надежда Пархунова, Влада Сгидонис. Говорим вам до свидания, отличного дня и хорошего настроения. Пока. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин